всем привет продолжаем говорить об основах физического моделирования в играх и сегодня рассмотрим трение на наклонной плоскости вот этот уже по нарисовал вот у нас есть наклонная плоскость да скажу сразу в описании к видео будет ссылка на пример в котором я еще не знаю но я думаю я вот это все тоже отображу просто вот такую наклонную плоскость вот этот вот прямоугольник который должен будет двигаться вот ну будет моделирование движение по наклонной плоскости как бы с учетом на трение и все такое вот итак сегодня просто немного теории вот у нас есть плоскость наклона и есть объект некий но он тут наверное чуть чуть кривовато выглядит я на глаз это все делал ну я думаю сойдет вот итак нам нужно решить вот эту вот задачу задачу движения объекта массой м вот у нас есть объект с определенной массой по наклонной плоскости угол наклона равен вот angel я так написал angel тут должна быть такая вот полукруг или овал вот ну я линия нарисовал я думаю ничего страшного не будет и вы и так поймете классическая дата визуальное отображение что это угол это у нас такой полукруг вот и этот угол равен вот вот это вот angel и вот angel так ну и давайте разберем это все но в прошлый раз мы говорили просто о трении не чуть 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 говорили вот и мы знаем что есть всякие коэффициенты трения mils и мюк то есть а тут они не отображены но они есть так давайте это подправлю вот мюк s это это у нас кинетические коэффициенты мнения амилка это кинетический коэффициент трения вот то есть когда объект находятся в половой положение равновесия, то есть неподвижный объект, то в этом случае сумма всех сил как вдоль оси x вот у нас одна есть ось x и вот y вот так вот ну вот две оси есть, так вот сумма всех сил вдоль всех этих осей должна быть равна нулю, и когда все эти силы сумма сил равна нулю то тогда объект находится в состоянии покоя, то есть если мы сейчас уберем наклонную плоскость и обычную на обычной поверхности стоит вот этот вот прямоугольник, то мы знаем, что есть одна сила, это вес которая действует это сила притяжения, которая действует на объект, а вторая сила обратная, то есть сила действия равна силе противодействия, вот эти две силы если суммировать, в результате мы получим 0 и будет объект в состоянии покоя, если же мы к этому объекту там приложим какую-то силу еще, вот, то тогда она уже будет не 0 равна и объект начнет движение ну, если отбросить там всякие коэффициенты трения массу там и все такое, вот но сейчас мы рассматриваем на наклонной плоскости объект так вот, есть еще такая штука, нормальная сила мы о ней уже говорили, вот она это нормальная сила нормальная сила, это та сила, с которой плоскость, вот эта плоскость, вот она поддерживает объект, чтобы он не мог двигаться в направлении перпендикулярном плоскости вот, то есть перпендикулярное направление это вот оно, да, и вот это нормальная сила, которая поддерживает этот объект, чтобы он, короче, туда не мог двигаться. Вот, и, ну, здесь очевидно, что эта сила всегда направлена перпендикулярно плоскости. Вот наша плоскость, и вот эта сила направлена. То есть, когда мы стоим на горизонтальной плоскости, эта сила направлена вверх, вот, и численно равна весу, с которым мы действуем на эту плоскость. И она обозначается как не n, а nu, или как-то там, вот, ну, нормальная сила. Вот. Так, кроме всего прочего, у нас есть система координат, связанная с наклонной плоскостью. Вот она, плюс y, тут минус x, плюс x, ну, и вот здесь минус y. Вот, то есть, в этой, эта система координат такая, что x, ось x направлена вдоль плоскости, вот, вдоль, то есть, параллельно, а ось y перпендикулярна плоскости. Вот, то есть, тут мы имеем дело, как бы, получается, с двумя системами координат. Обычной, да, и вторая система, которая вот вдоль плоскости, ну, которая относительно этой плоскости, скажем так. Вот. И мы знаем, да, условия равновесия, это когда сумма всех сил равна нулю. То есть, сумма всех сил, действующих на объект. И какие это силы? Мы уже говорили, это нормальная вот сила. Дальше это сила тяжести. Вот она, сила тяжести, которая направлена перпендикулярно, ну, объекту, который притягивает, скажем так, или нашей основной поверхности. Вот. Ну, и еще сила трения есть. Вот какая-то там сила трения. То есть, здесь, в принципе, три силы, да. И сумма всех этих, когда сумма всех этих трех сил равна нулю, то объект в состоянии покоя. Ну, вот в данном случае, если мы разложим эти силы по осям координат, то мы можем получить вот такую вот формулу. Давайте сумма всех сил по иксу. Вот. То есть, я тут немного не по правильному пишу, так как не было времени разобраться с этими всеми правильными символами, точнее, обозначениями. Но вот это сумма. Или давайте сумма. Вот. Всех сил по иксу. Если мы разложим вот для этого конкретного случая, то что мы получим? Масса умножить на g. Это ускорение свободного падения. Умножить на синус. Angel. Вот так вот. И минус nu. Ну, это n. Вот это нормальная сила. Умножить на mu. Давайте в скобочках. s. Вот так вот. Mu s. И равна она нулю. Дальше сумма, если мы разложим по силой по у, по оси y, то она будет вот такая. nu минус m умножить на g и умножить на косинус, на косинус angel. И это все добро тоже равно нулю. Это при условии, точнее, это условие, когда тело в состоянии покоя. Вот. Как мы видим, здесь и масса, и ускорение свободного падения, то есть сила тяжести, можно сказать, вот вычисляется. Нормальная сила и вот эти вот коэффициенты. Вот. И из второго уравнения, вот из этого, мы можем увидеть, что значение нормальной силы, вот нормальная сила, меньше полного веса. Меньше, чем полный вес. То есть вот это одна сила, а вот будет полный вес, m умножить на g. Так вот, это значение меньше нормального веса. Это понятно, так как нормальная сила направлена перпендикулярно вот этой вот плоскости. А вес не перпендикулярно. Вес вот туда вот вниз у нас, к центру земли, да, там нашей направленной. Ну или нашей, или виртуальной, или еще чего-нибудь. Из этого, из этой системы уравнений, можно получить следующие формулы. mu, давайте, s, ну коэффициент статического трения равен tangens angel. Или, или, то же самое можно записать вот так вот. Этот angel, давайте, critical, равно arctangens mu s. А вот, что это такое? Вот это angel critical. Angel critical это тот критический угол, при котором тело начнет свое скольжение. То есть, как его вычислить? Можно, да, вы можете создать у себя плоскость какую-то и положить на него тело. И дальше угол наклона увеличивать, увеличивать, увеличить, пока вы не дойдете до того угла, когда тело, которое лежит на вашей плоскости, начнет скользить. Вот в момент скольжения, как раз и будет вот этот критический угол. Тогда, когда, 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 ну, тело пойдет скользить. Вот. То есть, критическим углом наклона называется угол, при превышении которого тело начинает скользить. Вот. Если угол наклона меньше критического, то тело будет спокойно себе покоиться на этой плоскости. Вот. И, как вы видите, критический угол, вот он, критический угол, связан с коэффициентом статического трения. Вот. После того, как тело начнет скользить, тангенс угла наклона плоскости в момент начала скольжения и даст искомый коэффициент трения. То есть, когда тело начинает скользить, мы можем узнать этот угол, к примеру, да. И вот как раз тангенс этого угла и даст вот этот коэффициент трения. Так вот, когда начинается скольжение тела, сумма сил вдоль оси Y остается равна нулю. Ну, вдоль оси X оказывается не нулевой. Ну, давайте, давайте запишем эту формулу. Давайте я вот сейчас ее возьму и чуть-чуть, чуть-чуть перепишем. Окей. Так, и вот здесь сейчас запишем. То есть, это у нас уже когда тело начинает скользить. То есть, можно переписать еще вот так вот. M, G, M умножить на G, а вот здесь синус, да, вот так вот. Так, давайте я вот разобью равно или вот так вот равно, чтобы было удобно. Так, M, G, а здесь синус, Энджел, минус мю С, вот этот статический коэффициент трения, умножить на косинус, Энджел. Вот. И это у нас, это у нас, вот по этой формуле, ну, одной тоже как бы, вот это когда у нас уже тело начинает скользить и по оси Х сумма всех сил не равна нулю. Вот. То есть, по факту даже давайте, давайте я вот это уберу. Эта формула у нас есть вот здесь, да. То есть, я это лучше уберу и оставлю вот эту вот формулу. То есть, М, G, масса умножить на ускорение своего нападения и умножить на синус угла минус мю С, коэффициент статического трения, умножить на косинус этого угла. Но, так как мы все упрощаем, то в играх можно можно два коэффициента объединить в один. Вот. Мы же знаем из предыдущей, из предыдущего видео, что есть два коэффициента. Вот. И момент покоя это коэффициент статического трения, а в момент начала движения он переходит в коэффициент кинетического трения, да. Вот. Поэтому это все можно упростить и свести вот здесь уже просто мю К. Вот. то есть в момент движения еще работает статический коэффициент, но как только тело начинает двигаться, уже работает кинетический коэффициент. Соответственно, мы у себя это можем упростить и вместо вот этого мю С и мю К использовать один единственный какой-то коэффициент. теперь кроме всего прочего можно еще посчитать ускорение ускорение так давайте я вот сделаю вот так вот еще ускорение нашего тела по наклонной плоскости. То есть формула будет вот такая А это ускорение равно Ж ускорение свободного падения умножить на синус Энджел минус мю К умножить на косинус Энджел вот так вот. То есть это ускорение нашего тела по наклонной плоскости. Вот то есть с каким ускорением оно будет двигаться. Потому что если мы чуть-чуть превысим этот критический угол то ну как-то оно будет медленно двигаться. Но если к примеру мы тело под этот угол поставим в 90 градусов в 90 то тело что начнет начнет просто свободно падать вниз. Соответственно мы получим то же самое ускорение свободного падения. То есть вот здесь по хорошему будет там единичка мы здесь должны получить. вот соответственно ну где-то вот здесь будет ноль где-то единичка и в результате мы получим ускорение свободного падения. Также мы можем для любого угла получить ускорение движения по наклонной плоскости. вот ну и так как мы это все делаем все-таки ну как минимум для 2D игр уже не 1D потому что здесь уже все-таки двумерный какой-то мир вот то можно еще эту формулу разложить для X то есть как у нас будет двигаться с каким ускорением по X и с каким ускорением по Y потому что наш объект все-таки будет будет смещаться и по X и по Y ну давайте я сейчас напишу формулу и покажу короче вот я написал по X и по Y здесь A умножить на косинус crushed а здесь минус A умножить на синус ей и вот разложена она ускорение умножаем синус угла умножить на косинус угла минус 후 умножить на косинус квадрат угла и для Y ускорение умножить на минус синус квадрат угла плюс мюк умножить на косинус угла умножить на синус угла а вот это у нас смещение относительно икса и игрека вот и кстати как видите внешний вид формулы поменялся поменялся он только потому что я здесь классно латекс формула и вот это и вот вот так она начинает малевать вот вот так да но здесь знак минус потому что мы знаем что у нас направлен вниз вектор ускорения направлен вниз по оси y вот ну и в при в ссылке в описании к видео будет ссылка на видео с примером в этом примере как я говорил я попробую попробую на вот это все изобразить нарисовать и применить формулу вот ну и заставить какой-то вот такой прямоугольник двигаться вот поэтому обязательно смотрим ссылку в описании к видео и клацаем на тот видосик и смотрим его и смотрим пример если вам интересно но лучше было быть для меня лучше если вы посмотрите вот там но а для вас лучше если вы не посмотрите а сами сделаете попробуйте реализовать вот это все собственно ручно вот поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем и все такое всем пока